Итак, после UFC 284 начались активные споры насчет рейтингов Pound for Pound. Ислам Махачев побил Александра Волкановски, но при этом все равно остался на второй строчке. Поделись своими мыслями насчет этой ситуации и считаешь ли ты, что в случае твоей победы в эти выходные ты должен вернуться на первую строчку Pound for Pound? Я думаю, Ислам заслуживает быть первым номером Pound for Pound. Ой, извиняюсь. Я думаю, Алекс заслуживает быть первым номером Pound for Pound. Бой был очень близким, сложно сказать, кто выиграл. Я думаю, что Алекс это один из самых универсальных бойцов в игре, он был активным чемпионом. И нет, я не считаю, что прям должен резко взлететь в рейтингах и занять первую строчку после одной победы. Я долгое время не выступал, а эти парни работали, выступали, бились. И я бьюсь за нечто большее, я бьюсь за статус лучшего бойца всех времен. Это немного отличается от лучшего бойца в данный момент. Так что я за парней только рад, думаю, нам всем найдется место на вершине и желаю им всего наилучшего. Также мне интересно, ты слышал о Сергея Павловиче? Это боец в тяжелом дивизионе. Да, да. Он будет страховать ваш поединок в эти выходные, и он идет на серии из пяти нокаутов к ряду. Так что, какие у тебя мысли насчет него, и что ты думаешь о нем как о потенциальном оппоненте в будущем? Я думаю, Сергей будет потрясающим оппонентом, он отлично выступает, у него серьезная нокаутирующая мощь, хороший бокс. И желаю ему успехов. Ну и напоследок, сможешь ли ты вспомнить какие-то русские слова, потому что ты несколько раз был в России? О, да. Может, попробуешь впечатлить российских фанатов какими-нибудь словами? Так, ну, предложение, конечно, сказать не смогу, но я знаю... Бонжалста. Пожалуйста. Пожалуйста. Че я знаю? Привет. Нет. Да. Ну давай, какое-нибудь финальное. Еще одно. Блин, много времени прошло, давно я там был. Но мне очень понравилось в России, я был там много раз, много раз был в Москве, в Дагестане. Это всегда был очень классный опыт, и вы просто невероятно гостеприимны. Так что спасибо за хорошее воспоминание. Спасибо.